Всем привет! Ищите себе недорогие спортивные часы на каждый день? Тогда вы наткнулись на нужный вам ролик. Это Aurora One от MassX. Прикольные часы с AMOLED дисплеем и с возможностью менять свой дизайн. Итак, что же в коробке? Комплект поставки почти стандартный, но из дополнительного есть две сменных накладки для смены дизайна часов. Серая и цвета хаки. Также есть ключик для болтов, которые держат накладки. Кабель зарядки и мануал. Итак, имеем в наличии вот такие интересные часы. Они у нас спортивные, они у нас водозащищенные и они у нас интересно выглядят. Вес имеет около 80 грамм и на руке смотрится оно немного, возможно, громоздко для кого-то. Это уже нужно смотреть от вашего телосложения, от вашей руки. Значит, в комплекте у нас идут вот такие две накладки для смены дизайна. И они откручиваются вот здесь. То есть у нас есть ключик, мы откручиваем эту вот накладку коричневую и меняем их на зеленую или серую. Дальше посмотрим. У нас что интересно? У нас AMOLED дисплей. Мы сейчас запустим и увидим. Он довольно крутой. Батарея у нас емкостью 400 мАч. И еще с интересного у нас есть класс водонепроницаемости ATM3 и IP69K. Это очень круто на самом деле. Но он пишется, что со временем класс защиты может немножечко падать. Также у нас такой интересный ремешочек, который снимается очень просто. Вот раз вы его отстегнули и пристегнуть назад. Запасного ремешка в комплекте нет. Заряжается устройство от комплектной зарядки. Вес его около 80 грамм. И комплектная зарядка держится нормально. Я не скажу, что очень хорошо, потому что часы такие большие немножко. И вот видим, что комплектная зарядка магниты часы не держит. Но для такого веса это и нормально. Но если вам нужно будет подзарядить, то положили вот так. Раз. И все. И заряжайте без проблем. Если сравнивать его с обычными часами, ну вот как они выглядят. То есть это такие побрутальные часики. У них намного больше дисплей. Он соответственно круглый. И намного приятнее цвета, цветопередача и сама картинка. Потому что он AMOLED. Итак, давайте установим приложение, которое идет к этим часам. Значит, по QR-коду мы сканируем вот данный QR-код. Итак, у нас приложение скачивается. Fit Cloud Pro. Вот у нас данные приложения. И давайте зайдем в него. После того, как вы внесли свои данные, я вижу, что у меня есть. Вот Aura On. Сделаю подключение. Идет подключение к часам. Оп. У нас часы подключены. Только почему-то сейчас у меня идет английский язык. Это я сейчас изменю. Итак, предлагаю сначала рассмотреть само устройство. А потом уже подключить телефон к нему. Вернее, мы уже подключили. Ну и посмотреть, какие настройки есть в приложении. Итак, смотрите. Оп. Встряхнули часики. И они сразу же включились. Это мы делаем также встряхиванием левой руки. Если вы носите, например, их на левой руке. Открываем верхнюю шторку. Здесь видно, что у нас идет, есть коннект к телефону. И что он подключен через Bluetooth. Можно. У нас быстро гасит эта панель. Ничего страшного. В верхней части у нас есть яркость самого устройства. Я ее оставляю на такой яркости. Еще раз переходим. Потом идут настройки. Это QR-код, который оно выдает для того, чтобы вы скачали приложение. Потом установка времени. Можно установить данное время. Ну, оно уже установлено правильно, потому что подключено к телефону. Система. То есть, вы можете выключить, перезагрузить или сбросить. И это еще не все. Пройдемся вверх. Стиль меню. Стиль 1. Вот. Стиль 1. У нас вот такая вот карусель. Стиль 2. Вот такая вот карусель. И стиль 3. У нас идет вот такая карусель. Что кому нравится. Так. Гуляем дальше по настройках. Экран. Сменить циферблаты. Можно поменять циферблат. Вот, например, данный циферблат подходит сюда. Ну, как бы прикольно. Можно также поставить вот такой циферблат. Вот такой. То есть, их пока что небольшой выбор. Небольшое количество. Но мы можем скачать циферблаты. Вот так на самом деле выглядят в глазах часы. А это у нас включена подсветка. Потому что... И потому немножко... Ну, не так четко будет видно. Дальше у нас идет батарея. Текущее состояние 80%. И также есть энергосберегающий режим. Это он... Если его включить, он отключит телефон от устройства. Пока что мы включать этого не будем. Есть язык. Можно выбрать интенсивность вибраций. Тут это в сильной вибрации. Она реально сильная. Мягкая. Ну, и выключенная. Мягкая. Мне нравится вибрация получше. На самом деле, настроек в часах очень много. Можно выбрать все, что хотите. Вот телефон. Он играет, но... Но экран в нем не светится, что интересно в телефоне. Это у нас, наверное, версия будет. Да. Это у нас данные про телефон. О, про часы. Это у нас типа фонарик. Это у нас режим не беспокоить. Это у нас энергосберегающий режим, опять же. И настройки яркости экрана. Все по стандарту. Все, мы уже пошли. Также по телефону, что интересно, можно будет звонить. Вот тут у нас есть два динамика. И по ним мы будем разговаривать. Позвоним кому-то. Переходим к фишечкам поинтереснее. Листаем слева-вправо. И у нас есть основное меню. В нем есть набор. То есть, мы можем сейчас позвонить через телефон. Например, берем контакты. Звоним к товарищу. И сейчас он скажет нам, как все слышно. Звук идет, будет идти через... Алло, алло. Слышно? Как меня слышно? Я слышу тебя хорошо. Очень хорошо. Хорошо. Отлично. Так, понял. Ну, в принципе, тогда давай перезвони мне сейчас, там через минутку. И посмотрим, как будет обратная связь. Оп, как видно, все происходит через часы. Без проблем можно позвонить. Телефон реагирует даже в заблокированном состоянии. Потому что он заблокированный, а я через часы звоню. Так, алло, алло, прием связи. Слышно так? Слышно. Да, да, да. Хороший, чем по телефону. Лучше, чем по телефону? Да. Слушай, ну я сейчас... Четко, громко. Четко, громко. И сейчас так же само, да? Я телефон сейчас убрал подали. Да, да. Блин, круто. Даже не ожидал. Хорошо. А, погоди. Тут есть у меня громко. Хорошо, давай, счастья, здоровья. Созвонимся. Пока. Вот, как видели, все... Как слышали, все хорошо, четко слышно. Ну, без проблем звонить можно. Даже вот товарищ говорит, что лучше, чем через телефон. Что очень приятно. Также хочу отметить вот эти часы, которые телефон постоянно показывает время в заблокированном состоянии. Эту функцию можно, конечно, выключить. Она полезная. То есть, у нас есть, грубо говоря, два циферблата. Это вот основной циферблат, который сейчас... Это он в разблокированном состоянии показывает больше информации. Ну, там можно менять циферблаты, понятно. И есть циферблат в заблокированном состоянии. Вот он такой. В нем также есть сердцебиение, калории и пройденные километры, шаги. Также показывает число, день и месяц. Часы минималистичные, прикольнее. Также их можно изменить или выключить. Мне на самом деле это нравится. Батарейка садится не слишком-то и быстро. 60%, а была 80%. То есть, я так предполагаю, что зарядки телефона хватит на 2-3 дня. На самом деле. Не сильно долго, конечно. Не максимальная живучесть. Но на 2-3 дня хватит. Протестируем голосового помощника. Голосовой помощник, ты откуда? Кто тебя сделал? Голосовой помощник сделал. Ну, как-то так. То есть, работать с ним можно. Давайте еще что-то у него спросим. 15 плюс 15. На самом деле, иногда голосовой помощник хорошо отрабатывает. А иногда непонятно, он отрабатывает. Потому что я пытаюсь его немножко потестировать. И он что-то плохо как будто распознает какие-то слова. Свайпаем снизу. Видим сообщения. Сообщений у меня нет. Свайпаем справа налево. Видим наши тренировочные приложения. Сколько килокалорий, сколько шагов, сколько километров прошли. Ну и то, что я вам уже показывал. Разные шкалы. Свайпаем сверху вниз. Видим панель настроек. И вот здесь обычная у нас панель слева направо. То, что я вам также показал. И данные часы вот так показывают в режиме ожидания. При монтаже видео понял, что записал для вас много информации про стандартные функции часов. И чтобы не занимать много вашего времени, я попросту обрезал часть неинтересной инфы. Чтобы вы не заснули. В часах есть все необходимые настройки для спорта и мониторинга своего здоровья. Давайте лучше перейдем к приложению на телефоне. Хотя оно тоже стандартное. Но часы прикольные. Теперь давайте пробежимся по самому приложению Fit Cloud Pro. Приложение в принципе очень простое. Я в него не входил. Так как вам сказал заранее. Там можно без входа, без регистрации. Все просто. Здоровье женщины. Это я уже объяснял. Женщины календар свой подключают. Цели. Вы вносите свои параметры вашего тела. Цели вам автоматически выбираются. Единицы измерения. Метрическая, метрическая и Цельсий. То есть все стандартно. Google Fit можно подключить. Вот можно подключить эту программу. Здоровье и Спортбета. Подключать ее сейчас я не буду. Мне пока не интересно. Ну и все. Тут настройки, обратная связь. Ничего такого. Данные по устройству. Устройство подключено, как мы видим. Уведомления у нас есть. Почта. Уведомления смс. Уведомления о вызове. То есть когда вам звонят. Можно включить все уведомления. Те, что есть, мне не интересны. Мне бы Telegram, конечно, подключить. Но тут я его пока не вижу. Так, Telegram я не вижу. И это плохо. Можно его подключить. Я не знаю. Полазил пока что. Не нашел, как его подключить. Библиотека циферблатов. Можно скачать любые циферблаты, которые вам интересны. Например, давайте попробуем скачать какой-то циферблат. Ну пусть будет вот данный циферблат. Мы его загружаем. Скачиваем. И вот видим, вот такой интересный циферблат у нас сразу же подгрузился. Так, вот такой у нас циферблат. И я его хочу сменить. Сменить циферблат. Он нам просто добавился. Заменился вместо какого-то другого. Так, на циферблат посмотрели. Спортивный толчок это какой-то, ну перевод опять же не самый идеальный. Это спортивная нагрузка все-таки. Тут есть все виды спорта, которые мы можем выбрать. Вот, например, открытый цикл мы скачиваем. Это, ну открытый цикл это у нас на вело покатуха. И чтобы нам включить, нужно зайти в часы. Мультиспорт. Давайте сделаем. Ага, то есть это у нас идет добавление вида спорта в сами часы. Если в часах нету данного вида спорта, который вы хотите, то вы его тут делаете. Например, какой-то крытый цикл. Тут по картинкам можно опять же понять. И добавить его в мультиспорт. Потому что, смотрите, я сделал мультиспорт. Две велопрограммы добавил получается. И я ее удалить пока что не могу. Запустить могу, удалить не могу. Только, оп, я вот запустил и мы поехали. Это я покатаюсь немножко попозже. И покажу вам, какие у меня данные после получасовой покатухи на велосипеде. Это что касается спорта. Так, отчеты о погоде у нас есть. Улучшенные измерения у нас есть. И пока что я не понимаю, что они значат эти улучшенные измерения. Постоянный мониторинг. Браслет измеряет данные о здоровье с интервалом в течение определенного периода времени браслета. Времени браслета некоторое время. Измерял данные о здоровье некоторое время. Короче, перевод здесь интересный. Понять в принципе можно, что оно от вас хочет. Но нужно немножко поломать голову. Иногда бывает. Вот такие настройки. Снять фото встряхнул устройство. То есть ничего такого сложного. Частый контакт. Это у нас контакты. Книга контактов. Так, ну и домой. Сон. Пульсометр. Кислород в крови. Мониторинг здоровья. Вот, я запустил его. Ну, давай. Оп. И пошел мигать. Как он мигает, конечно, я не понимаю. Потому что что-то какая-то, ну, что-то непонятное мне. То есть это отчет. Когда вы будете носить часы, у вас будет отчет по вашей интенсивности, вашего движения на телефон. Есть сегодня, неделя, месяц. Опять же, настройки самые стандартные. Ничего такого сложного в нем нет. Итак, я уже некоторое время прокатился на велосипеде с этими часами, включив в мультиспорте функцию велосипеда. Сейчас вы видите на своих экранах показания. Я там буквально прокатился 20 с чем-то минут. И могу уже вам что-то рассказать. Давайте начнем с того, что я увидел по измерению. Часы не точно измеряют. Потому что был нюанс, когда я ехал без нагрузки. У меня было 127 ударов в минуту, получается. А когда я вкручивал, когда был апхил, когда у меня сердцебиение ускорилось, то оно показывало 90 ударов в минуту. Я не понимаю, как оно работает. Может, оно показывало усередненные данные. Но так, походу, быть не должно. То есть, в тот момент, когда у меня сердцебиение было учащенным, оно показывало меньшие показатели. Вот я сейчас сижу, оно мне показывает 100 ударов в минуту. Возможно, это так, но мне что-то кажется, что нет. В таком ценовом бюджете. Амолед-экран это круто. Дизайн часов, в принципе, мне понравился. Они выглядят спортивно, прикольно. Плюс сменные вот эти вот накладки. По поводу сменных накладок, те, которые идут в комплекте, они сразу не идеально садятся. Их нужно пальчиками повжимать, потому что, видимо, они новые, только на 3D принтере отпечатанные, покрашенные. И могут быть какие-то заусенецы. Но они садятся. Плюс есть защита от воды, что круто. Плавать ли в них можно, я не знаю. Я думаю, что нет. Но погружать в воду IP65, вроде там защита стоит. То, как бы, можно. Это тоже я отнесу к плюсам. Опять же, экран крутой. И вообще стильный их внешний вид. Пока что я вот прокатился с этим ремешком. Плохого про ремешок я ничего сказать не могу. Я его только сильнее затянул, чтобы он мне показывал... Ну, я подумал, может, затяну. Будет он мне показывать четче показатели по сердцу. Но вроде нет. Затягивай, не затягивай. В принципе, опять же, в этом ценовом сегменте, я думаю, часы достойные и можно брать. Если вам нужны точные измерения, много крутых функций, то это уже нужно рассматривать часы подороже. Но опять же, что интересно для спортсменов, можно через них позвонить. Как принять звонок, так и отклонить, так и номер набрать, что тоже очень круто. Потому что ты, например, где-то бежишь, занимаешься, и у тебя нет времени остановиться. Там взять, например, смартфон, позвонить, или это для тебя затруднительно. Или принять звонок, например. Позвонить, это еще такое. А вот принять звонок, это круто. Например, нажал, принял звонок, тут есть динамики. Это вот крутые функции. Если подрезюмировать, то это нормальные, хорошие часы низкого ценового сегмента, или даже среднего, наверное. Так что, в принципе, рассматривать можно, если вам нужны спортивные часы. А точность измерения, я не знаю. Берите прибор медицинский, там измеряйте. Это тут примерные измерения. Ну вот, у меня прошло. Сейчас сердцебиение 92 удара в минуту, и я сжег 227 килокалорий. Проехав всего лишь минут 20, и тут уже несколько минут с вами говорю. Как-то так. Просматривайте часы точно к приобретению, если вам нужны подобные. Ну, а там уже просто нужно выбирать, пересматривать и выбирать из нескольких вариантов. Ну, AMOLED-экран, дисплей, он реально крутой. Насчет батарейки. Батарейка будет держать недолго, а то точно вам говорю, несколько дней. Но она очень быстро заряжается. От 60 до 100% у меня зарядилась буквально за минут, может, 20. Что тоже круто. Вот, так что как-то так. Ну, вроде про все рассказал. В телефоне есть куча настроек. Можно, опять же, добавить все-таки телеграм, можно добавить. Там много еще мессенджеров. Ну, то есть, берете, настраиваете под себя все, что хотите. Как-то так. Все, тогда всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и скоро увидимся. Пока.